Привет, друзья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, распространяйте видео, ссылка в описании. Мужчине удалось обмануть смерть, перебравшись на остров Голубой Зоной после того, как ему сказали, что ему осталось жить всего 9 месяцев. Об этом еще в 1976-м, когда Астаматису Морайтису сообщили ужасную новость о том, что у него диагностировали рак легких. Об этом пишет LetBeValCom. После этого мужчина решил покинуть Штаты, где начал свою жизнь и вернулся на свой родной остров Икария в Греции. Там он планировал начать пить вино и ждать дня смерти. Но после того, как он вернулся на Икарию, Астаматис обнаружил, что с каждым месяцем он действительно начинает чувствовать себя лучше. Потом, наконец, зловещая отметка 9 месяцев исчезла, и Морайтис прожил еще 45 лет. Срочно подписывайтесь на Телеграм, чтобы первыми получить информацию. Мужчина умер в 2013-м, в возрасте 98 лет, хотя он утверждал, что ему 102 года. Говорят с BBC о секрете своего долголетия. Он шутил, я не врач, но думаю, что вино помогло. Удивительно, но остров Икария также называют островом, где люди забывают умирать. На самом деле, это так называемая «голубая зона», район с чрезвычайно высокой продолжительностью жизни. Как правило, в «голубой зоне» люди живут в среднем на 10 лет дольше, чем в других частях Западной Европы. Что касается Стаматиса, то он объяснил свое долголетие потреблением продуктов местного производства, в том числе вина, а также жизнью без стресса. Он даже отказывался употреблять слишком коммерческое вино из-за добавок, которые в него добавляли. Он брал с собой свое собственное, куда бы он ни шел. Одна из теорий, почему люди, живущие в «голубых зонах», живут так долго, заключается в том, что производимая в этих районах пища совпадает с той, которую рекомендуют врачи для здорового питания. Так называемая средиземноморская диета имеет правильные пропорции овощей, белков, полезных жиров, а также низкое содержание сахара. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.